Сегодня опять о туринских легендах. Есть легенда о тополях, растущих вдоль реки По. Вообще, никакая это не легенда, а общеизвестный древнегреческий миф о фаэтоне, перепятый, например, древнеримским поэтам Овидим, и не только. Однако этот миф хорошо вписался в контекст самого мистического и эзотерического города Европы, которым и является Турин. Однажды, сомневающийся в своем происхождении Фаэтон, пришел к Гелиусу и спросил, правда ли, что он его отец. Гелиус, солнечное божество великое, врать не мог, в грехе признался и пообещал исполнить любое желание сына. Фаэтон возжелал невозможное. Он попросил отца дать ему золотую колесницу, чтобы прокатиться по небесному своду. Отец пришел в ужас, но обещание надо было выполнять. Боги не какие-то там смертные, боги держат слово. Но отец предупреждает, Фаэтон, не дара, но казни ты просишь смертного рук у тебя, а желание твое не для смертных. Фаэтон, глупый юнец, спешит. Уже на румяном востоке створы багряных дверей раскрывает Аврора. И сени полные роз. Бегут перед нею все звезды, и строй и гонит Люцифер. Небес покидает он стражу последней. Здесь имеется в виду планета Венера. Фаэтон быстро вскочил в колесницу. Вот кони мчат его по небу. Посмотрел он вниз и побледнел от страха. Посмотрел наверх и увидел громадного скорпиона, покрытого темным. Вязким, как мед, ядом. Мальчик, едва лишь его от испарина, черного яда, влажного, жалом, кривым, готового ранить, увидел, похолодел. И, обезумев от страха, он выпустил вожжи. И кони понесли. Кони не простые, а небесные, белоснежные, ретивые. Пламя охватило землю. Города с крепостями великие гибнут вместе с народами их. Вода закипает в реках и ручьях. Земля трескается. А бедные нимфы, волосы пораспустив, стали оплакивать воды, ключи и озер. Тут взмолилась гея земля. О, Зевс, неужели все вернется в первобытный хаос? Спаси от огня все, что осталось. Будь милосерден. Метнул грозный Зевс молнию и погасил огонь и огнем. Кони гелиосы разбежались по небу, а злополучный Фаэтон в бездну стремится. И путь по воздуху, длинный свершая, мчится подобно звезде. Принял его Эридан. Там, где сейчас перекинуты современные мосты и шумят автомобили. Горько плакала неутешная мать и сестры Гелиады над гробницей сына и брата. На надгробе они написали. Здесь погребен Фаэтон, колесница отцовской возницы. Пусть ее не сдержал, но дерзнув на великое пал он. Вместе с матерью рыдает и отец. Светлое скрыло он лицо. И, если верить рассказу, день, говорят, без солнца прошел. Сестры оплакивали его в бесконечном горе. Старшая легла на землю, простонав, что ноги ее окоченели. Другая хотела помочь сестре, но вдруг вросла корнем в землю. Третья волосы рвать уже собиралась руками. Листья стала срывать. Одна печалится, что держит ствол ее ноги. А у той, чьи руки уже становятся ветвями, Кора охватила живот, грудь и плечи. Бедная мать, обезумев, пытается вырвать их тела из стволов. Юные ветви дерев ломает она. И оттуда, словно из раны сочась, кровавые капают капли. Мать, молю, пожалейте, поздно, прощай. И кора покрывает последнее слово. Сразу становится ясно, откуда Данте брал сюжеты для своего ада. Вот уже слезы текут, источась на молоденьких ветках. Стынет под солнцем янтарь, который прозрачной рекою принят. И катится вдоль в украшение женам латинским. Итак, плачущий Гелиад Зевс превратил в тополя. Стоят эти тополя до сих пор, склонившись над Эриданом. И падают их слезы в студеную мутную воду, превращаясь в янтарь. И уже кельты много позже стали звать реку Падам из-за множества тополей, которые росли вдоль реки. Сейчас эта река называется коротким и, на мой взгляд, некрасивым словом По. Другое дело Эридан. Но это уже совсем другая история, не менее интересная. И последний романтический штрих оставляет в этой истории еще один мифологический персонаж по имени Кикон. Он родственник Фаэтона и друг, и, возможно, любовник. Ох уж эти греки. Поэтизированную его историю мы видим и в древнеримской литературе. О виде, например, пишет берег зеленой реки Эридана, своей он печальной жалобой полнил. Вдруг его мужской голос делался тоньше, белые перья волосы кроют ему. Вытягивается шея, стянула ему перепонка, багряные пальцы, крылья одели бока. И Кикон становится лебедем, который не верит больше небесам, огня не забыв, и их кары. Неправый ищет теперь прудов из широких озер. И так, увидев прекрасного лебедя, плывущего по реке По, не забывайте, кем он был. Вот и живите теперь с этим. Да, сразу оговорюсь для смотрящих за нравственностью, что я ни в коем случае не занимаюсь пропагандой. Это все греки. С них и спрос. Вообще, про Кикна много чего еще можно рассказать. Он был парнем бесшабашным. На этот раз мы упустим скандальные обстоятельства его жизни, потому что в них черт ногу сломит. Было или не было, решать вам мое дело, рассказать истории, которые мне нашептали фантазмы далекого прошлого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!